Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередной рассказ об изобретателе. Я бы даже сказал о великом изобретателе. А виной всему наша сегодняшняя история. Только, друзья, если вдруг встретите где-нибудь нашего изобретателя, ни в коем случае не напоминайте ему об этом происшествии. Не стоит. Ему, прямо скажем, неприятно о нем вспоминать. Вы скажете, зачем же мы тогда ее показываем? Ммм, как это не абсурдно, но по просьбе самого изобретателя. Как он изволил выразиться, в наставлении потомкам. Итак, жил-был один изобретатель. Хлебом его не корми, дай только что-нибудь изобрести. И был у изобретателя робот, которого звали Друг. А еще соседи Николай и сестра Николая Ира. И вот однажды... И настанет век благополучия, и все люди будут счастливы. Спасибо, Ирочка. Но это всего лишь пока робкая попытка. А я в вас верю. Спасибо. Друг, дай тестер. Тестер. Все, обязательно получится. Тестер. Спасибо. Гипотеза сомнительная. Это отрицание существования частиц. Как? Вообще всех частиц? Да, да, именно так. Я предлагаю рассматривать частицу, как сгусток электромагнитной энергии. Как электромагнитную волну. Очень высокой частоты. Смотрите. Триллион колебаний в секунду. Вот. Видите? А волнами, волнами можно управлять. А значит, видоизменять. То есть, вы понимаете? Вот этот стул можно превратить в торт. А этот шкаф в кашалота. А? Каково? Невероятно. Да. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Но я имела в виду другое. Не оправдывайтесь, Ирочка. Не оправдывайтесь. Оставьте скептикам источать их интеллектуальный яд. Что бы мне еще такого нарисовать? Коля. О! У меня в творчестве еще ничего не было мексиканского. А у вас есть что-нибудь мексиканское? Коля, у нас теперь художник. Ага. Сочувствую. Коля, бери, что хочешь, только не отвлекай нас, пожалуйста. Ага. Мексиканское. Мексиканское. Вспомнил! Костик Калинин привез настоящее мексиканское сомбреро из Армавира. Друзья мои, настал волнующий момент. Все готово к эксперименту. Предлагаю начать сразу с живой материи. А вот кактус. Сможете его превратить во что-нибудь? Не я, Ирочка, а мой аппарат. Но для этого нам нужно какое-то изображение, которое мы отсканируем, передадим данные в аппарат, он их переработает и воссоздаст эти данные путем изменения частиц кактуса. У меня есть снимок. Так. Так, сейчас. Вот этот вид мы подробно изучаем в нашей оранжереи. О, симпатичный цветочек. Что ж, поможем студентам. Друг, сканируем. Задачу понял. Информация обработана. Спасибо. Так. Ирочка. Объект. Объект. Так. Ровно в центр. Теперь нужно закрыть его экранирующим кожухом. Так, ну что же. Осталось всего лишь нажать кнопку. А можно мне? Пожалуйста. Вот эту. Да. Так. Пуск. Так. Внимание. Пошел отсчет. О, время. Выключаем. Да, да, да. Подождите. А давайте закроем глаза. Ведь это такой момент. Открыв глаза мы увидим совершенно иной мир. Начнется эра всеобщего благополучия. Точно. Закрываем. Закрываем. Хорошо. Открываем все вместе. Ага, хорошо. Раз. Два. Три. Что и требовалось доказать. Ага, очевидно. Просто не хватило времени. Увеличим время воздействия на 20 секунд. Правильно. Включайте, Ирочка. Готово. Первый блин всегда комом. Но вот сейчас у нас обязательно все получится. Спасибо, Ирочка. Ир, а Костик Калинина нет дома. Не знаешь, где он? Так он у нас в оранжерею лаборантом работает. Костик, который высокий. Лаборантом работает, я же тебе сказала уже. Кто бы мог подумать, Костик их работает. Ну ладно, пойду в оранжерею. Сейчас, сейчас, сейчас. Может он туда в сомбреро пошел? А что это вы тут делаете? Коля! Иди отсюда. Иди уже в оранжерею. Иду. Ну вот. А, время! Время, 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 время. Оп. Так. Глаза закрывать надо? Нет, не надо. А, я закрою. Ирочка, можно открывать. Похоже, мир останется прежним. Нет. Мы увеличим время воздействия еще на минуту. Если тогда не получится, то... Тебе надо успокоиться. И подумать, ты ученый, а не волшебник. А, я верю. Ирочка, спасибо. Поехали. Включайте. На целую минуту. Образец из семейства многолетних суккулентных цветковых растений своей структуры не поменял. Попытка номер 12 не удалась. Опыт можно считать неудачным. Прибор нефункциональным. Нет. Нет, я не сдамся. Я увеличу время воздействия до двух часов. Но это уже не наука. А это не важно. Главное, чтобы получилось. Правильно, Ирочка. Так. Итак, у нас есть два часа. Придется подождать. А мы можем прогуляться в парке. Ну, подышать свежим воздухом, поесть мороженого. Правильно. И уточек покормить на пруду. Хорошо. Я не против. Но таймер я возьму с собой. Конечно. Пойдемте. Пойдемте. Прогуляемся. Покормим уточек на пруду. Кто-нибудь знает, это мексиканское растение или нет? А то Костик мне его дал, а сам не знает. Сомбреро ему жалко. А где все? Чего они здесь все-таки делали? Оно! Настоящее! Мексиканское! Теперь творить! Творить и творить! Замечательные уточки! Сейчас решится судьба нашего эксперимента. Этого не может быть! Ирочка! Это же он! Он! Как на картинке! Да! Это тот самый цветок! Вот оно! Вот оно! А-а-а-а! Ну я же говорила, говорила! А-а-а! Теперь благодаря моему изобретению, человеку, подвластно все! Вы гений! Вы гений! Да, я гений! Я гений! Это вас все должны носить на руках! Поставить вам памятник из чистого золота! И раз слишком добра! Тем более, что золото теперь можно будет доделать столько, что хоть дома из него строй! Так что там золото! Долой фабрики и заводы! Долой тяжкий труд! Все! Чертеж, макет, структура данных и покатились! Автомобили, поезда, самолеты, корабли! Появились новые города! И в каждый дом по такому аппарату и ничего не надо будет ни сажать, ни печь, ни растить! Вообще ничего! Ну, например, захотел пойти в магазин! Да! А вместо этого из булыжника сделал бублик, а из воды кефир! Ха-ха! Кефир! Да! Новые острова! Материки, планеты, галактики! Ой, я... я гений! Друг, срочно, срочно разошли сообщения всем странам и народам! И президенту нашей страны! Да, ему в первую очередь! Ты уверен? Ирочка, а вы распорядитесь! Распорядитесь, чтобы на стене нашего дома висела мраморная табличка! И с золотыми буквами на ней было написано «Здесь живет великий изобретатель всех времен и народов!» А что происходит? Так, я думаю, это симптомы мании величия! Что там за разговорчики? Вы мешаете работать моему грандиозному мозгу? Так, скульптура в центре города! Этакий колосс в позе задумчивости! Нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет, не задумчивости, а с указующим перстом в космос! Так, статую размножить и поставить во всех городах планеты! Но зачем? Так, ты что, решила меня извести своими глупыми вопросами, девчонка? Ой! Нет-нет-нет-нет-нет! С указующим перстом это слишком банально! Нет! Я буду держать в руках Вселенную звезды планеты! Все, готово! Можно пройти? Коля, ты что, не видишь, кто перед тобой стоит? Да я только на минутку, я в кактус верну, а цветок заберу! Вот! Ставь свой кактус! Подожди! Как ты сказал? Вернуть кактус? Ну да! Он мне нужен был для мексиканской картины! Я вместо него цветок из оранжерея оставлял, а теперь вот нужно его к Костику отнести! Как значит, ничего не получилось! Пшик! Никакого превращения! Факт! А что тут было про звезды, планеты там? Ой, Коль, тебе лучше не знать, не надо! Да! Нет-нет-нет! Почему? Пусть знает! Пусть знает, насколько я слаб! Пусть знает, как желание величия, тщеславие, самомнение, гордыня затмили мой разум! Стоило мне лишь слегка им уступить! Я не знаю, что бы произошло дальше, если бы ты не принес этот кактус, дорогой Николай! Я предполагаю, что, но не хочу говорить! И не надо! Спасибо, Ирочка! И простите, я получил очень хороший урок! Я сделаю все, чтобы этого никогда не повторилось! Ну, ты бери пример с меня! Я же очень скромный! Хоть и величайший художник всех времен! Коля! Да ладно, что? Пошутить уже нельзя! Вот такая история, дорогие мои! Вы скажете, это все придумано, это не серьезно? Да, придумано! Но только очень серьезно! Никогда не замечали, что стоит лишь получить похвалу от кого-нибудь, как сразу появляется мыслишка! А я-то лучше остальных! Они все, конечно, тоже хорошие, но я немножко умнее, талантливее, да, и лучше! Ну, а если я лучше, если я такой особенный, ну, значит, и отношение ко мне должно быть особенное! Замечали? Это проделки тщеславия и самолюбия! Никто не лучше и не хуже! Каждый человек особенный, каждый человек талантлив по-своему! И у каждого человека случаются победы, за которые можно получить похвалу, а случаются и поражения! Да, помните об этом! И тогда с вами не случится того, что случилось с нашим изобретателем! До новых встреч, друзья мои! Храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»!